смотрите какие интересные совпадения да вы смотрите фильм там самолет летит возвращается в зиму и в этот момент приходит из маэска вылетаем из шарма шейха 30 человек группа то же самое но значит судя по всему вы будете в какой-то из следующих групп правильно в конце концов у вас как-то внутри созреет желание значит вот чтобы у вас было понятно что пока у вас нету желания у вас и возможности не будет а вот когда желание будет и чем она сильнее будет тем у вас быстрее возможности появится понятно потому что если вы сами не проектируете себе будущее то никто вам его проектировать не будет а вот если проектируете она начинает оснащаться уже обеспечиваться потому что это надо как бы не только вам но и миру и мир уже и будет вам давать то чего вам надо потому что вы же не только для себя едете вы же учитесь как бы не просто там налево направо головой вертеть правильно а чтобы от вашего приезда в какой-то мир там мир появлялся как вот состояние миротворцы это те которые творят мир от которых атмосфера от которых свет от которых добро от которых тепло ведь и недарого и тут заходит магазин вот вот эти потом продавщица говорит ну надо же вот как в каф минводах вот этих были пятигорске говорят какие люди говорят добрые у всех глаза добрые улыбки добрые взяли три луна рулона колбасы портвейна пять бутылок и сидят все радостные радостные кушают и никто не ругается никто не злится ничего говорит какие-то это не здешние на планете они но это же тоже вот казалось бы что ерунда какая это не ерунда это очень важно что когда все замерзли и все пришли греться там три столика надо чтобы подошел взял бутерброд свой стаканчик отошел они тут прям начал хряпать загораживает другим правильно это тоже такая же культура организации действует и этот кусочек колбасы настолько вкусный что ее ей лучше там всяких там ресторанных изысков а вино тоже испанское очень хорошее вино непростое там конечно коньяк это самопальная все там производство дагестанская разводит эту сама мочу орла спиртом но и потом видите ведь кто прислал боря логинов ну значит логически одно путешествие продолжается ниточка как говорится вьется и результаты будут когда определенная длина вот этой ниточки но это фактор который изменяет реальность это люди которые уже другие они вот несут цвет они светоносные но значит и результаты там будут другие поскольку в мире появился свет дополнительный как бы он дополняет тот цвет который есть и в результате получается что хватает ресурсов света это свет называется ну можно называть любовь можно называть человеколюбие как хотите можно миролюбие вот миролюбивые люди они как бы любят мир а мир от этого становится наполненным светом и изменения идут в сторону не катастрофности разрушения а созидание вот один ученый папской академии наук это ватиканская академия исследовательская он проводил недавно исследование какие смертные грехи присущие мужчинам и женщинам то что в зависимости от того что ты нагрешил ты там в аду знаешь подвергаясь разным процедурам и оказывается что это разные совершенно процедуры что мужчин что-то варят подольше там женщин что-то другое я сейчас забыл если хотите могу почитать вам очень любопытное исследование такое а без пяти одиннадцать началась передача путешествие в ад видите как интересно да совпадение какие забавные какие у вас есть вопросы что вам непонятно что хочется узнать поскольку наш тур клуб собирается до двадцати трех часов чтобы не шуметь другим не мешать про путешествие в ад пока путевок нет вот один мужчина пошел в пустыню и там долго молился богу чтобы попасть в рай и так долго молился что привык уже жить в пустыне для него это было в общем то уже райское место и потом в раю боженьке пришлось сделать кусочек такой вот три сотки для него пустыни потому что уже вот пустыня стала для него раем он как бы ассоциировал вот эту мечту о рае с вот этим миром вокруг то есть виртуальная реальность и реальная виртуальность у него начала ну как бы одна в другую перетекать и наполнять одна другое поэтому богослужители для того чтобы страх у людей был посильнее и значит они как бы по посильнее действовали в сторону благолепия лепили благом задавали художникам писателям там композиторам поэтому описание ада который гораздо страшнее чем ад на самом деле для того чтобы запугать так что не туда ни за что и тогда не буду грешить мол потому что попаду но это как бы вот использование шишковидной железы неверно это обмана этого нельзя делать шишковидная железа это такая же точка в голове ну как маленькая пищерка наполненная жидкостью в ней такие кусочки ниточки плавают вот когда эти ниточки слиплись человек не испытывает страх вот состояние страха нет вот а когда приходит сигнал ну например инфразвуковой голос бури бури еще далеко а звук колебания уже пришло вот эти ниточки стряхиваются человек начинает испытывать страх даже когда внешних причин ни в запахе ни во вкусе ни в звуке ни в образах зрительных нету а уже он испытывает страх и начинает убегать вот буря если оттуда идет например он убегает вот туда он не видит ее не слышит но у него есть ориентация куда бежать куда глаза глядят видите то есть у него есть вот ориентация в этом тут генератор и вот туда убегай почему но буря выдохнет по дороге а если ты побежишь сюда ну ты меньше убежишь от буря расстояние вот такое убежишь а так вот такое убежишь и поэтому вот этот страх это защитный рефлекс защитный механизм от тех природных явлений которые могут проявиться в мире где ты живешь чтобы у тебя самосохранение работало на реальном механизме восприятия неприятностей которые в мире начали происходить и поэтому люди когда они не не прилипают вот задницы к чему-то да они всегда уходят уходят птички уходят змеи уходят комарик все уходят а вот люди не уходят они прилипают в этом все дело они разучились жить естественной жизнью именно как данность мира чтобы они вот что данность есть чтобы они это воспринимали и на это реагировали они не реагируют они считают себя такой псевдозащищенными потому что они ну как построили дом и в нем сидят они по пути не идут и поэтому думают что если вот дом стенки то это защитит а это на самом деле не защитит если придет вот то что посильнее трясется это внешняя болезнь а то что они думают что защитит это внутренне это психическая болезнь и поэтому люди все время пытаются создать мир который чтобы идти не надо было одни там строят казематы такие другие под землю там лезут прячутся это все от страха потому что если своевременно снимаешься с места то ты уходишь и тебя не накрывает катастрофа и так делает не только вот отдельный человек так целая цивилизация делает потому что скажем если в этой зоне были дожди а теперь началась засуха год второй надо уходить а люди сидят там что то и потом ломается здоровье и они начинают погибать от собственной дури а не от температуры причем здесь очень так большую роль играет алчность вот скажем в Испании дешевая недвижимость да и наша там моха потеет так она сидит в каменной пустыне которая летом уже разогревается до 60 градусов там жить невозможно а дешево вот да не надо зимних вещей да ну вот здесь движущей силы является такое свойство или качество называется жадность вот оказалось что вот в России и у мужчин жадность очень мало присутствует как движущая сила а у женщин гораздо больше поэтому вот милосердие к миру оно предполагает даруемость то есть дар который тебе дан как свет как любовь как жизнь определяющий оно предполагает дар еще для других что ты если можешь то не только на себя там гребешь одеяло тянешь и поэтому получается что если это проявляется ну тогда и получается что те которые сами может быть и могли бы себе обеспечить какое-то путешествие но пока не могут но они зато в этом путешествии они наберутся такой жизни такого вот состояния которое потом уже будет миротворческим они как миру точат видите то есть от них они как теплоносы они вот несут тепло несут свет того чего набрались поэтому сказать вот это тот замечательный фильм который вот с таким мастерством сделал Федя ведь мастерство отображения мира это тоже точка зрения и кадры музыка и что снимать как снимать это же оператор видите он создает тот преобразователь оператор называется преобразователь по математисту который потом люди которые вот смотрят и преобразуются они даже в том месте не было это место к ним принесли называется они побывали ну хоть немножко хоть душой ведь они как бы там за экран ушли они вот про этот забыли мир и получается что преобразование идет значит принес не только свет но и световые образы и святость этого места принес отношение состояние там то есть вместе с миром еще художник пришел к тебе в душу и ты тоже становись с него немножко художником и тоже хочется там вот поэтому последовательные этапы вот такого становления сначала ты там рисовать пытаюсь ну как остановленное мгновение фотографировать потом уже видео снимать кино это последует как ты созреваешь как многомерно динамичный гармоничный объект вот у тебя появляется возможность того мира который чтобы через тебя проходил ты уже выбираешь не просто налево направо там голову повернул а ты уже отбираешь начинаешь паковать последовательность и этот мир уже начинает гораздо более трансформирующим быть людей поэтому появляется некое я художника который уже проходит через человека и искусство его восприятия мира отображения становится искусством жизни других людей поэтому вот произведение производное жизни творца в творении человеке как раз это творчество произведение искусства они преобразуют других поэтому они не имеют срока годности они как бы вечны в отличие от там железяка еще чего-нибудь поэтому если ты это понимаешь даже если ты не умеешь там рисовать фотографировать там снимать если ты начинаешь ты начинаешь учиться ты начинаешь смотреть и видеть что тот мир который ты видишь одно а тот который ты показываешь совсем другой это ты начинаешь искать а как же показать людям вот красоту того мира в котором ты живешь пусть он даже простой пусть он там не очень сложно вот вы видели что вот этот мир красивый который вот сейчас вот смотрели кино и интересный правильно а ведь туда не хотели ехать хотели ехать на Шри-Ланку куда большая экспедиция шла правильно вот и получается а как же так да сидишь здесь и хочешь туда оказывается есть еще куда ну вот нет пердела совершенству поэтому конечно они до полгоры дойдут но всю работу теперь делать мы будем все все правильно но обратите внимание что кроме вот там чисто туристических развлечений и отдыха тут явно какая то целеустремленная балда заметно правда но они то смотрится как цельный единый организм правильно вот эта группа Не, это не только маечками одинаковыми делается, это атмосфера, отношения, то, как они вместе там двигаются все-таки, это проявляется доверие делу, которое я там пытаюсь делать, я же не говорю, что они что-то сделали так. Сколько народу лазить на гору Моисея и встречать солнце? Никакого толка от этого нет. Ну, только что они пока лезли, там никого не убили, не спились там или еще что-то. А можно и залезть и спиться, да, Миша? И потом не спиться после того, как удалось спиться, правда? Если ты, конечно, знаешь, что вот в это время вот что-то там, какие-то условия есть, и ты в эти условия идешь и становишься частью вот этих условий, ну, скажем, там резонанса, какие-то там, пики преобразования, ну, да, ты тогда знаешь, что вот из этого места поднимется солнце. Вот не слева туда, не справа, а вот из этого. А ты вот будешь стоять вот так вот, не доворачиваясь, потому что надо еще городу вернуть, если вот из другого места. Потому что гора это, ну, как рефрактор, она концентрирует свет на тебе. Поэтому вот в этот день, да, а в другой день нет. Но вот древние почему-то вот эти дни хорошо знали и строили сооружения из камня, из массы. Вот масс-фактор играл большую роль как накопитель времени, света. И поэтому древние обсерватории вот, вот в эту щель вот появляется солнце один раз только вот в году. А ты там стоишь, и вот тогда да. И оказывается, что да, вот пальцем-то в выключатель попасть нетрудно, и свет загорится. Так вот надо попасть пальцем в выключатель. Поэтому вот эти вот, ну, как бы, возможности или шансы, назовем так. Если человек использует, то да. Но дело в том, что когда человек не умеет, у него нет для этих умений, нет чувства пути, нет чувства пространства, нет чувства времени. Он не чувствует, вот, что надо вот быть чуть-чуть правее или чуть-чуть левее. Он как бы не ощущает вот мира в изменениях реальности, которые действуют. Он не в действительности живет, а живет в некой иллюзии. Он человек в футляре. И поэтому для него все равно. Вот там вот идти, или тут вот идти, остановиться или идти. Он не чувствует. Ведет свет, который в этом месте проявляется так или иначе, его. Вот если бы он чувствовал, ну, тогда его путь и соответствовал бы проявлению света здесь, как свет проявляется. А если нет, ну, он тогда будет что-то там себе придумывать, там, куда-то делать, там, что-то закукливаться, там, в каких-то своих меркантильных интересах. А в результате он будет отвлекаться. То есть, тот иллюзорный мир, в котором он живет, не даст ему преобразований, не даст ему трансформации, не даст ему качеств, не даст ему возможностей и не проявится у него способностей. И вот это проблема, говорит. Поэтому, говорит, любовь взлагает, свет он есть, но что-то как-то он меня не приводит сам, куда надо. Надо вот что-то делать, надо там просвещенным быть, чтобы просветился, чтобы ты там какие-то посты соблюдал, что-то там, тебе вычищалось, еды там уходили какие-то или еще что-то. Поэтому, большая проблема преобразования реальности с точки зрения миротворчества или сотворения мира, это то, что люди безответственны. Вот это очень важный момент, что даже когда обеспечивают полностью их возможность куда-то приехать и чего-то сделать, они все равно это не делают. Вот в чем проблема. Они не, ну как бы, тот долг не отрабатывают. Они могли бы сделать так, чтобы мир был вот миром. Они отрабатывают. И мир не становится миром. Потому что в этом случае надо вот как раз вот, не вот тут, а чуть левее, не позже, а чуть раньше. Не один. Вот вы видели, сколько на стене стояло народу, там наверху, на горе Моисея, сверху там. И там все. Кричали, махали. Сколько? Тринадцать. А сегодня какое? Ну, видите, как все странно совпадает, правильно? Ведь это же тоже мера некая, правильно? Мера дней. А дни, мера месяцов. Месяца, мера годов. А год Бог. Это мера Бога, видите? А не просто так. И поэтому, когда человек у Бога живет, вот своими маленькими интересами, он как бы опустил голову и не видит мира. Он его не замечает вообще. Он не замечает, как тут меняется. И поэтому его движение не соответствует движению мира. То есть, он не является частью движения мира. Он разрушает движение мира с собой. Он не миротворец. Поэтому, говорит, человек легко может быть. в команде Тимура, а может быть в банде Квакина. А цель одна, яблоки. Можно, конечно, очень много говорить, рассказывать. Почему вот там надо быть, а не тут. Человек может принять это как понятие. Понятие, исходя из понятия, уже начать действовать. Вот по правилу некому. Это тогда называется сознание, сознательное действие. Это вот крест эволюционный, он состоит из четырех видов поведения. Одно сознательное поведение. Это знание совместно с кем-то. Вот кто-то знает, тебе рассказал, и ты теперь тоже знаешь и действие. Другое поведение, это вера. Ты не знаешь, почему так. Но ты веришь человеку, например, и идешь за ним. А то он сказал, иди за мной, не сказал, почему там. И ты идешь. Но он может сказать, что меня свет ведет. А тебя свет не ведет. Но если ты будешь идти за мной, это как будто свет тебя ведет тоже. Это действие на основании веры. На основании сознания, на основании веры. Но на основании еще действие, когда ты действуешь и сравниваешь. Сюда пошел плохо, сюда пошел плохо, а сюда пошел хорошо. Ты подействовал, да, нашел из вариантов, из разных сценариев действий. То, которое для тебя не является действием, направленным только на удовлетворение твоего удовольствия. Оно еще как-то вот на что-то направлено. И четвертое – это мистическое созерцание. Ты можешь сидеть и смотреть, кто действует, кто верит. И исходя из этого выбираешь оптимальную траекторию своего движения, аналитически подходя к миропроявлению. То есть ты применяешь аналитические знания для выбора траектории своего движения, как жизненного пути, который вот дает тебе при минимальных затратах максимальный гарантированный результат. То есть у тебя начинает работать уже научное мышление. Ты начинаешь понимать, как устроено мироздание, здание мира, где у него врата, где у него подвал, где еще чего. И ты понимаешь причины, почему происходят события какие-то. То есть ты не в следствиях кувыркаешься, начинаешь осознавать причинность. Или для тебя казуальные поля, поля причин, становятся тоже понятными. Ну тогда ты можешь уже выбирать место, которым по причине следствия будут предъявляться вот так, а не иначе. Ну и тем самым ты уже собой не разрушаешь мир, становишься его естественной данностью. Какие есть вопросы? Нету вопросов? Ну не надо тогда, что? Сейчас. О-о-о, все. Отбой. Отбой.